привет шкодоводы сегодня у нас ролик мифы реальность и правда про шкоду а7 нам написал черной наш подписчик и зритель о том что он устал читать вранье на форумах и станислав расскажите правду но он бросил правду по технической части это будет в конце ролика пока по всему вранью который идет на просторах интернета в частности у нас тоже есть такие комментарии в наших роликах точно не помню там то ли последние ролики про шкода 2019 один человек написал что у нас там все очень плохо он с подавод 13 года и у него прям косяк на косяке но по мне это все вранье начнем с первого вранья который говорится в интернете это про то чтобы болеро у нас сырую погоду зависать открываю вам как видите идет дождь идет дождь уже два дня у нас идет дождь погода сырье некуда идет 1 заводка машина стоял всю ночь под пролину дождем сейчас 9 30 утра заводим машину и разок мобить машина холодная все холодно у нас вот у нас наша болеро мы хотим например что-то изменить нажимаем источники об работает что дальше так во первых любое устройство должно подгрузить свои мозги возможно вы сразу нажимаете на магнитолу и она после этого ноги подгрузить не успел подгрузить мозги например вот радио кнопочка все работают радио переключилась радио переключилась настройки все работает я не знаю почетом говорят эти вруны в интернете но расход у меня не хиленький 10 литров по городу сейчас лето потому что я время от времени все-таки провожу подготовку кашим заездом ожидаемым так далее в чем может быть проблема с болером зимнее время естественно жека монитор подмерзает и по прогреву он подсотаивать начать работать ну и они играют влажная погода влажная погода у меня в гараже влажность как в лондоне круглый год и ничего сейчас вам покажу при какой влажности происходит подтупливание монитора вот мы берем влажную салфетку протираем влажность повышается но это неправильно салфетки у меня просто халяву достались влажность повышается и вот теперь сейчас попробую что-нибудь нажать ничего работать не будет а я до пальцы вытер меня сухи вот другой рукой сухие пальцы вот не не работает не работает не работает вот вот эта влажность вы протерли салфеточкой тач скрим экран просто не может понять куда вы нажали сейчас это чуть-чуть позже это все просохнет и все будет хорошо далее пока подсыхает расскажу вам про остальные косяки говорят в нашей болеро комплекте и стоят китайские динамики я не крайне некачественно работают это все тоже товарищи вранье шкода как и сам вак но право в фольфа заги не знаю но вот именно шкода она работает с такой европейской компании как кентом это такое считается серьезный бренд акустический и по непроверной конечно информации я сам лично не видим умеют салоне сказали так что просто в крутые модели ставится кентом уже серьезный комплект а в простые ставится тоже европейский бренд но модели попроще у меня есть знакомые которые реально занимают автозвук по не просто маньяки там у них бэхи усилки у них там по несколько штук стоят колонки там все они кое-что сдвинутые когда я купил шкоду они к ним подъехали даги послушайте свою акустику штатную слышали что в штатном комплекте у шкода уже более мини-сакузика я включил не послушали басы таки нормальный для нормального человека нормальный качественный бас нормальный звук на что ребята послушали искали ну да для начального уровня даже довольно-таки серьезно я с ними совершенно согласен хочу сказать что я тоже как сказать не совсем баланчик автозвуки и просто в звуки у меня дома стоит комплект от yamaha это я с ним пенни ресивер набор колонок то не вкусе и yamaha производит не только мотоцикл но и музыкальную аппаратуру плюс акустическую технику так что кое-что я понимаю по басам довольно серьезный аппарат нормально все и yamaha и штатная магнитола и штатная акустика шкода далее что у нас говорят у нас руль сделан из такого некачественного материала что он просто спустя некоторое время саур трескается лопается рвется и стирается тоже все вранье машине два с половиной года как вы видите вот это потёрлась конечно но на дорестайлинговых шкодах качество обивки гораздо лучше научу прям настоящая кожа то же самое могу сказать и по оплетке коробки передач все четко как мы может смотреть не но где-то такие потёртости есть но не такие уж прям чтобы критически также смотрел машины с пробегами под 100 ну и по годам там лет пять-шесть был машину протёртости до дыр нету но полировка естественно наблюдается потому что у всех руки разные кота шершавые какой-то кольца там кто-то после едет нервничает ерзает надо просто сел спокойно как я выбрал правильное положение рук на там что получается 3d часов и спокойно едешь без проблем так у вас к чему это подсохла не долго спрос не подсохла а кому не подсыхает мы ведь она вот вся подвисла ничего страшного это влажность пройдет и все ответит обратно далее что у нас по магнитоле а короче говорят у нас здесь все отслаиваться вот эти окошки для индикации температуры не знаю ничего не осталось что все на мои кнопочки не стирается по такой теме типа говорят что у нас горит блок комфорта я уже говорил в ролике про опровержение формации того же адского механика с этим вопросом я подходил к оффом ну так он не шат на беседе вот нормальные люди разговариваются и рассказывают я спросил их ягу ребята горит ли уж код блок комфорта бывает горит но горит он лишь потому что вы начинаете колхозе свои машины ставите ксеноновые лампы там китайский всякую другую ерунду и после этого происходит перегорание грубо говоря не надо колхозить есть все оригинальное все оригинальное все настоящее далее что еще там говорили у нас но это все покажу позже сейчас я пойду на работу и мы заценим вот я вам сейчас показываю как у меня выглядит зеркало потому что говорят что в сырую погоду у skoda очень сильно забрызгиваться водительские пассажирские стекла и в там просто невозможно ничего видеть проверим но я тоже знаю но вам покажу буквально проезжают на 23 километра нет работы их 5 километров и уже видимость 0 давайте это проверим и так по загранили стекла как видите стекла у нас нормальная видимость и пусть дождик прошел поэтому не успел заснять пройдено мною 20 метров пройдено просто тоже кончился видите все и кино как говорится не обошлось и без косяков реальный косяк как на которой я укажу вам и то есть механической коробки по которой говорю иногда но крайне редко она трудно включает передачу но вот сейчас например я выжимаю сцепление слегка 1 2 3 4 5 задняя но такой существует крайне редко но бывает трудно включается первое или третье надо просто переезжать сцепление и включить есть например на ходу у вас не идет третье но придется вам перейти перейти вам на вторую придется ну или 4 там в натяг просто сильно не газовой про этого вещь я говорил официального дилеру те скажи да люди приезжают но просто они не умеют включать коробку передач как мы просто садимся на полном выжиме это делаем и все проходит типа но на самом деле все-таки что-то есть коробки но такой момент не задумайте менять самостоятельно масло коробки на и но например на как он пол синтетику синтетика потому что это потом плохо закончили ваши коробки про это мы расскажем как-то как мы другом ролике если наш человеку со skoda 100 плюс пробег согласиться нам посодействует далее это по так называемым косякам пишет что у нас зимой глючит ксеноном бексином это на самом деле и перегорает все это полнейшая ерунда заспал на года машине постоянно пользуюсь фарами что ходовые огни что бексинон все работают перегорать еще один такой человек написал там комментариях типа у него перегорели блоки розжига фаре оригинальный вскрыли от анти по китайские блоки полнейшая чушь вы смотрели мой роли про жадного шкодовода то я там все объяснил что там все стоит оригинальный но посмотрите там интересно далее в интернете будет писать что у нас вылетает омыватель фар постоянно мы пользуюсь не отключил эту функцию работы по рабочему алгоритму открывается закрывается все вот ничего не вылетает в интернете есть материал типа они вылетели висят на провода там трубках чушь также пишет что у нас парктроники установлены на двустороннем скотче и одного типа зрителя все повылетало он обратно ей все это приклеил скотчем полнейшая чушь мои знакомые этими бамперами двигали и блоки фбс и стены в гараже все стоит ничего не вылетает тоже даже не про то за может вылететь если он там стоит заподлицо говорит что skoda идеально не будем здесь на несколько сети это лючок бака про который я уже поснимал ролик здесь что с ним не так можете узнать в ролике где написано качак и косяк лючка бака 2 также это антигравидная наклейка на порогах на задних дверях она тоже отклеивается не только у меня кажется у многого у кого у меня 52 году к открылась и вот он наши любимые ты ассай наша турбинка который якобы ватур якобы закисать штук артуатор все это полнейшая чушь давно уже сделал новую ревизию по новой ревизии актуатор не тиснет все это может на 3 мои ролики про турбину но для толчика который написал и просил разъяснить по турбине расскажу так байс турбины уже практически не стоит что любит тубе турбина любит качественное масло ушей нужно смазываться и у меня личку и охлаждали для второго для охлаждения нашей машине предусмотрено жидкостное охлаждение вот идут трубки антифриза который подходит к нашей турбинки вход-выход антифриза и по ним она спокойно охлаждается благодаря насосу охлаждения которые совокупности с турбины насколько я помню еще охлаждает накачанный воздух так что бояться не стоит даже если машина перегреть и нас на себя охладить но не стоит эти не принят пренебрегать и лучше все-таки чуть-чуть дать поработать на хвостых оборотах двигатель еще один бред который заказ в интернете типа у нас слабая смазка двигателя на хвостых оборотах это полнейшая ерунда в те сайты все уже предусмотрено в нашем двигателе в один и четыре стоит двух диапазонный масляный насос на шестеренках который обеспечивает необходимую смазку двигателя двух режимов в режиме без нагрузки подается одно давление масла при нагрузке полный точно там вроде 3000 оборотов появится уже вторая ступень от красный клапан и в давлении масла усиливается все как необходимо бояться этого не стоит также по наш машине говорят что у нас очень плохая краска и еще никто пишет у нас машина даже не оцинкованная но машина у нас оцинкованная если вам сейчас видно вот ска которая получила благодаря скрипку и зиме скоро пока не закрашу поможет там четко видно оцинковку и все без проблем просто есть пока не время не было времени я закажу маркер и закрашивать потом потом покажу якобы у нас очень плохая гометри кузова и постоянно все перекрашивается и плохо закрывается дверь но если вы смотрели мой ролик про и необходимо ли их балансировать вы видели что машина стояла помнята на домкрате одно колесо было поднята и спокойно открывать и закрывали все двери так что это все без проблем и чем вы третим бытует такое мнение что у нас якобы очень плоха антикоррозивная обработка и машина сгниют как видите гараж у меня крайне так не идеального состояния протягает крыша машина срыва на гараже три года я буду по вас получается машина в гараже сколько же полтора года теоретически она должна была сгнить как видите не все нормально но в этом месяце не крышу перекроем это уберем по подвеске вы сему миру смотрели уже в курсе что все в интернете ругая что у нас балка но балка у skoda довольно-таки качественная и не очень сильно вступать много рычажки то того же вага и тем более соперников а что думаю вам все-таки надо прекратить читать всякую чушь в интернете а верить реальным людям которые реально знают все кому было интересно подписано канал ставьте лайки до свидания